Вадим, а как в свое время удалось продлить сборник авторских рассказов? Это же, в общем, рассказы у нас как-то вот, они в загоне каком-то. То есть они в основном по сборникам, по журналам, а собрать свой авторский сборник, не всем удается, некоторых зарубают. Не все наши писатели выйдут по новым, да. То есть это была твоя инициатива или издательства? Это была моя инициатива, потому что все эти рассказы, это все накопленные идеи задумки для ДГ, но ДГ подходящий. То есть, поскольку идей было много, некоторые просто видели, что в рамках ДГ, есть вещи, которые невозможны по своей сути. Либо мне не хочется о них рассказывать именно в этом жаре. И, соответственно, появилось... А идеи-то не все были, просто предложения, да, сделать так-то. А некоторые были уже как эпизоды сделаны, то есть они делались как эпизоды во время работы над книгой, а потом просто туда вынимались, потому что не вписывались. И, соответственно, из этого появился вот рассказы. И я придумал сделать их отдельно, то есть все эти идеи, сделать отдельные рассказы и предложения. Еще один вопрос такой. Значит, сейчас Лев Лобарев говорил о том, что ролевики, они некоторым образом предугадывают спрос, ну, интерес читателей к определенным жанрам, определенным направлениям. В том числе, вот несколько лет назад ролевики начали играть активно в стимпанк, ну, игрушки стимпанковские. Вот, значит, вот Герметикон несколько лет назад вышел, но я чего-то вот не вижу такой волны вокруг этого Герметикона, то есть я не вижу, чтобы какие-то там авторы подражали. Ну, и, в общем-то, практически, ну, вот один такой у нас многотиражный стимпанковский автор. Странные книжки там выходят трех-пятипичными тиражами, есть какие-то пишутся тоже стимпанковские. Есть ли вообще какая-то тенденция к тому, чтобы, ну, вот, вокруг этого что-то образовалось, какое-то движение, какой-то течи нет? Не следишь за этим? Нет, я слежу. Ну, по поводу ролевиков, насколько я понимаю, имеется в виду западные ролевики? Нет, наши ролевики, которые играют на местности, вот они сначала, по словам Лина, они сначала играли в славянщину всякую, потом пошла Семенова, потом они играли в постапокалиптику, пошла волна в постапокалиптике, сейчас они играют в стимпанк. Ну, соответственно, можно сделать выручку, что нельзя все время играть в одной тоже. Все-таки, давайте. Тут на самом деле проще, потому что стимпанк-то не новый. Это хорошо забытое старое. И, в принципе, стимпанк, то есть, у нас началось еще довольно давно, то есть, как, теперь он считается отцом. Ну, Уильям Гидсон и Брюс Терлинг, машин разыщий. Да, да, да. И, соответственно, тут есть нюансы, потому что есть же довольно, ну, как, жесткие рамки – это викторианская Англия. А, соответственно, самые мощные движения, самые мощные там, то есть, Голливуды – это все у нас, именно на это и завязано. То есть, Америка, Англия – это фактически одна культура, и им интересно было погружаться в свое прошлое и находить в нем всего больше и больше фантастического и героического. То есть, по большому счету, это, как сказать, тоска Англия Сапса по своей прошлой империи. То есть, их нынешняя империя – это Марвел. А их прошлая империя – это вот то, что Англия, у нас в Викторию, бегают вокруг паховых котлов. С огромным человеком празднованиях. Только с ним мы встали на границе нашей страны. Я не знаю почему-то. Мне, в принципе, это было очень интересно по своей сути. Мне интересна была та эпоха, тот период. Я так говорил, я так говорил много раз. То есть, хоть что-что из Тимбанка, но вот Викторианские штамбы абсолютно не увлекают. Викторианская Россия, ну, так сказать, Викторианская Россия, пожалуйста, вот Акулинский цикл, например, тоже эта ностальгия по имперской России, которой у нас никогда не было. Туда и добавить чуть-чуть фантастического элемента, действительно, вот этих гигантских щелковообразных роботов, и получится замечательный Тимбанк. Ну, здесь мы можем потом надолго спорить, вот об этом. Но это все-таки добавительное труда, но... Но, 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 но... Мне хотелось чуть-чуть фантастического. Вот. То есть, не... Даже если мы будем писать, как бы, книгу, с историческим Панком, но не о Викторианской Америке, а о Александровской России, это все равно будет книга о Викторианской Америке. Вот. Только, только, да, мы будем рассказывать с другой стороны, но, по большому счету, Английская империя этого времени, она, в общем-то, насколько сильно именирована и не так давим на сопредельные территории. Но, если взять Петербург-Достоевского и внести туда огромных человекообразных... Да, вот об этом, собственно, Василий. Никакой в Викторианской Англии там, здесь туда негде... Ну, здесь. А о чем мы будем бросать? То есть, о... Раскольниками с... Морально-черкзаневшей паровым подозаправлением. То есть, если мы опять числеим на Петербургом, Достоевского, больше Достоевского, и не будем выходить за его пределы, но, в принципе, может быть, мы ни с кем не столкнемся. Как только мы выплываем за пределы Финского залива, мы сталкиваемся с английскими паровыми другими людьми. Ну, и, может, Светианской Англии еще дело в том, что там была Вриярда замечательных писателей, которые это все описали и создали кровавые там же... Ну, как всегда, все наполовину... Диккенса до осени, да. А нас, к сожалению, конец 19-го века, вот как-то вот... Вот кого взять... Чехово! И писать рассказ? Не надо Чехово! Не трогайте Чехово! Чехово не думал, что надо трогать Чехово, а Чехово, он немножко другой, или калиматурный ученик, или сохраняется. Вот... Можно создавать... Ой, как хорошо! Он не мог создавать, что я не люблю на червяках, на червяках. Да не романы! Роман — это зло! Роман — это тоже не бывает читатель! Вот мы сейчас выяснили, что, в общем-то, пробить удалось сборник рассказов, даже по-моему, только после того, как «Тайный город» сыграл. Да, да, у нас не описатель. Потому что, если мы возьмем историю XIX века России, и посмотрим... То есть, почитаем нормальных авторов, которые нам расскажут о том, как... Как мы пришли, как мы пришли в Туркестан, и тот же самый. Кстати, да. Вот. Как это было все непросто, и как, в конце концов, вегетарианскую Англию оттуда двинули. Вот. Как мы пришли, собственно, в Сибирь, в Дальний Восток, или чуть раньше, но тем не менее, да? То есть, это не описано. Вот. Почему? Потому что было сильно влияние вегетарианской Англии, потому что нам было больше... Да, конечно, публике было гораздо более интересно причитать там. Вот. О том, как честно обмечают, там, лазит в Африке. Вот, да. Вот. Да. Но не родные, так сказать, Палестины. А щели? Да, да. Сейчас речь о том, что все эти исторические... Как Русь, как Россия, собственно, шла на Восток, да? И в Среднем Азии и на Дальний Восток, да? В принципе, вот из таких вот больших работ, по крайней мере, то, что я не знаю. Сначала, может быть, сначала не все. Но у вас просто вот это вещи, прекрасный работа Щепетова. Он посвящен Камчатке, 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 все вот эти, может быть, А вот, автор какого столетия? Какого столетия? Щепетов? На Нижелуху. На Нижелуху. А мы с чего начали разговор? С того, что с Диггенсом, Достоевского, прочим. Мы говорим об авторах XIX века. В XIX веке не было приключенческой литературы, которая описывала бы колониальные завоевания России именно. И пошла бы в Аналове. Речь, что... А, пошла бы в Аналове. Да. Ну, у нас вот конец. Всем интересен написать. Самое интересное для исследователя, для человека бытливого ума. Оно не для игрока, которому нужна просто инструкция. В продолжении темы, вот, в этом городском цикле, вот, персонаж такой Ян Амдаров. И тут внезапно, а именно это самое Ян, то, как, бывает, оказывается одной из трёмных ворейских видео, то есть, ну, просто, чисто, статистические совпадения, ну, крайне мало для этого, как мне кажется. Когда получилось? Создательное сделано? А это ещё придумано не новое, на самом деле. То есть, если мы, например, посмотрим про Медию и Дипу, как-то получилось, что вот это древний грецкая цивилизация, а там, походу, из одного города в другое, это серьезное жизненное испытание с неизбесказуемым финалом он притащился именно в свой родной город и все там завертелось знаете, ну, интересно рассказывать, когда... то есть, да, любой роман, любой рассказ, даже описывающий какие-то реальные события, он все равно влияет на помолчание потому что добавляются какие-то нюансы, добавляются какие-то донесы, даже если мы говорим о спросе реальность и ситуация всегда будут элементы вынесены и, соответственно, если мы говорим о приключениях, то это неинтересно, чтобы в первой главе вынуждали во второй главе вынуждали кресло в третьей главе вынуждали ну, может, и не всегда а, допустим, задолжение следует еще да, в одном ты расскажешь о событиях да, мы сейчас дым, а Жанна придется работой да, так оно выглядит и поэтому, да, это событие неким образом соблюдается в родину да, здесь что-то случилось так, да, здесь что-то случилось это и да, это нашло в родину то есть это именно как особенность Жанна у нас да, конечно если писать все органологично и обыденно, получится красивая статья нет, ну, не совсем так нет, она сейчас говорит не о получении достоверности каких-то неожиданностей и дальше, соответственно, нет но если мы так возьмем, то любое событие, о котором мы написали о маме это всегда некие, скажем так, невероятные и ощущения невероятные давайте разномерно страдали и разочетность сегодня Японца страдали варят да, варят варят в сейфонской эскаре у Рудни у него была возможность улететь собственно, даже до того, как все это случилось а все знали, что японцы приют у него была возможность улететь он не ушел он не обреказывал он ушел но была возможность сдаться ему предлали он не согласился И только третья вероятность, один против всех, какова вероятность того, что он пойдет на службу? Ну то есть да, если не случаются совпадения, то не застыли. Вопрос, насколько на вас влияют читатели? И к тому, что может быть такое, что мнение читателей, которые на вас налетят, хотим продолжение анклавов, хотим продолжение анклавов. Это может как-то на вас повлиять, чтобы вы все-таки по тем анкламам вернулись? Ну если оставить вот это, вы говорите, свой, ваш суд, который еще остался, по тем анкламам. Просто не придется ли, как Хоран Дуэль, воскрешающий Арлока Холмса и так далее? Насколько для вас это, скажем так, дави, мнение и так далее? Как бы скажешь, чтобы никого не обидеть? Честно. Я обидел. Нет. Даже если вас там завалят тоннами электронных писем, типа там, убейте Сантьягу, он все равно будет жив. А, уже завалили. А, уже завалили. Есть массовая, убейте Сантьягу, не воскрешайте папиры. Да, да, да. Я видел там 20 страниц форума обсуждения, как убить этого Сантьягу и надо методировать. Сантьягу? А, не знаю, как там он хочет. Надеюсь, что... Может быть, его можно... Нет, только... Изначально все это пишут все-таки для себя, как вам кажется, целевой писатель. То есть, который писатель начнет задумываться над тем, что кому это понравится, а кому нет. То есть, как-то... Могут говорить о... Бизнесе, да? Займется поиском целевой аудитории. И можно ставить. А с вероятностью 99-90% из книги очень комфортно. Я, как понимаю, что ответ на вопрос, как вы относитесь к опыту Бухельника создания произведений в постоянном контакте с электронными читателями уже данных. У меня немножечко другой вопрос. Как вообще вы считаете, вот эта вот возможность нынешнего электронного общения с читателями, она писателю помогает или, наоборот, мешает? Зависит от человека. Абсолютно. Как вы с никого не видите. Никто не видит. Да. Мы будем, все-таки, абстрагироваться сразу всего этим. И вот, возвращаясь, да, к следующему ответу. И, может быть, даже частично, потому что, как говорится, это ослаб. Вот от этого как раз и нужно абстрагироваться. И от влияния извне. Вот именно такого влияния, связанного именно с запросом по книге, да, и прочее. То есть, все в нем не будут. Да. А здесь только сам человек. То есть, если он может оставить это, то, что он слышит, читает, там, мнение о себе, пожелания, комментарии и прочее, что он может оставить за дверью своих, на своего кабинета рабочих, условно так говорю, да, это ему не помешает. Если он не может, то, скорее всего, помешает. А вот так. Потому что писательство, мне кажется, я точно... А это мои цели. Как вы не говорите? Вот. Цельство, все-таки, это для одиночек. Ну, в большинстве. Значимый процесс. Да. Как и наносим. Я это попрощает, скажу что, писатель высказал, свои мысли в книге, и он очень не обязан читателям объяснять, что он хотел сказать против книг . Это он вечно прочитает. Собственно, вопрос ещё, который мы пополам прислали, пополам от меня. В цирке «Протайный город» есть «Красные шамки». В цирке «Зон», я просто сама не читала, у меня это написано про «Братья Бобры», да? Значит, человек спрашивает, это такая специальная фишка, как авторская подпись в разных циклах подобных персонажей? Ну, вроде такие творческие в этом написано. Да их нельзя сравнивать, это же вообще. Да, во-первых, нельзя сравнивать. Во-вторых, этот приём, они не такие такие. Нет, понятно. Самое смешное, что это просто один из элементов мира. И «Красная шапка» как элемент, он тоже не трех, это вера, а элемент нашего мира. Есть такие ребята? Да, не знаю. Они вот тоже, я же, взлети меня вот, хоп, откруты. И такие вот ребята, как вам говорю, они тоже есть. Это самое смешное вопрос. То есть просто отражение не смешивается. Причём именно с такой психологией, то есть и у них этот, они могут так измениться. Это часть нашего. То есть если мы с этим просто не сталкиваемся... А, то вопрос, да. Ну, я скажу, это происходит не повезло. Смотря в какой итерации с ним столкнулся. Вот. Но они есть. Просто в последнем этапе городском романе «Красных шапок» по мне оно оказалось очень много. То есть я до этого, когда читала, они были не то, что эпизодический персонаж, но все-таки таким. Фон. С эпизодичный персонаж. Да. А тут прямо-таки на первую планку. Это вот чем было? Не связано. Нет. Это связано с тем, если говорить откровенно, совсем честно. В принципе, я давно хотел бы писать вообще великолепную музыку. То есть там, да. То есть там, чтобы... Да, не было бы фон. Но... То есть вот это всё, это Юлия Лагоморская, Затонки, то есть это дружиния. А автор, а постепоним, ну, нет. То есть как бы я к этому не относился, в общем-то, но не цянуто они целиком. Но я постарался, по-моему, не просто, кто-то есть, а о них постоянно. Вот. А как Вы относитесь к продолжателям «Флалов»? Вот эта вот вся серия, которую я сейчас делаю из «Братийства», насколько Вы вообще приучастны сами? То есть, как Вы вошли здесь? Ага. И ещё, значит, вопрос, как критизируется, значит, от человека. Какая именно вещь из продолжательских флалов? Ага. 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 Субтитры сделал DimaTorzok